Най-най-най, обратный путь пора, Пусти по ветер, Най-най-най, нам будет светить, Най-най-най, тосткий ответ, Най-най-най, какой раз с утра, с утра, с утра. Мы живы еще? Не надейтесь. Парем немножко? Вступление перед выступлением, Боевой дружиной имени Бокчика. Я познакомился с тобой, чекец, как кабак, бля. Ты была очаровательной с бутылкой. Паша, гитару давай, Паша, гитару. Ты говорила о лыжах и кивала головой, Я дурак поцел поближе очарованный тобой. И я водил тебя по северу, водил твою гам, А ты за это мне на умость растирать по ногам. И я на лыжах такая отдал, а меня стоило понять, А тебе надо было замуж, а за кого плевать. Пашки народа, пашки. Ли-ди-ди-ди! Кажется, у нас парковник генерального штаба. И я пошел вперед, когда ты на встречу не пошла, И я забыл, что это все аккуратное дело. И идиотом был счастливый два месяца подряд, И с каждого попался выдох в начале сентября. Каждый мой вам это будет на тебе или нет, Если ты, конечно, не дурак, И не бабы, и не пиво, Не заменят это маникан. Я разыдусь с тобой навечно и куплю себе Митсуру, Девинсотый соломат, И последний Данкштейн, Там сгуба-дот и коль, И в чехол все засунул, И поеду туда, где всего больше в лесах, И загарит там, как черт, И отпустит всю пещетину, Бумаю, ездит красиво, На ряду всей горы, А когда девушка какая попросит никотина, Я на ухо ей скажу, Вы для меня в одном старые, Всехово ей, Если к родным не заменят альтернативы, Если ты, конечно, не дурак, И не бабы, и не пиво, Ни заменят этого никак Нашим бабам где-то альтернативы, Если ты, конечно, не дурак, И не выжив, великий неблино, Ни заменят этого никак И не выжив. И не выжив. И не выжив. И не выжив. 55 лет. Спасибо, как вы. Ёхо, спасибо. Потрясающий инструмент, Вы не даром жизни в таком виде. Вот. А теперь, дорогие друзья, Я хочу представить потрясающих людей, С которыми жизнь нас свела на узкой дорожке, Буквально недавно. Вонят даже, вонят. Которых зовут коротко и красиво, Четверковцы. Так вот, дорогие друзья, Главное для нас ведь, Мы же уже научились выживать, Даже в условиях развитого социализма, Коммунизма и капитализма. Главный для нас повод, Для нас главное название. Как назовешь корабль, Так он и поплывет. И вот эти люди, дорогие друзья, Они брали своей пристани в четверг. Потому что понедельник, сами понимаете, День тяжелый, вторник, еще что-то. Вот. А четверг – это самое оно. Это время, когда распускается душа человеческая, Когда смысл соединяется с формой, Когда салат ложится под водочку, А друзья приходят вовремя, дорогие друзья, Трезвые. И у шофера, который тебя везет, тоже трезвый, дорогие друзья. Трезвый водитель – это залог успеха на дороге. И так я представляю наших новых друзей – Чернверговцы! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья! Немножко истории, почему четверг и почему мы здесь. Однажды бордист встретился и сказал, что давай кататься вместе, и он согласился. Тогда я спросил, а у тебя есть друзья? Бордист сказал, да. Я сказал, мне тоже. А когда мы будем кататься? Мы подумали. В выходные народу много. В пятницу вроде как не комедифон, а давай в четверг? Давай. Оказалось, в Сорочанах по четвергам горки работаем до трех ночек, и действует будний тариф. Поэтому welcome к нам. Мы стали кататься вместе, к нам стал присоединяться народ. У нас появились новые друзья. Нас стало больше, больше, больше. Стало очень много. Тогда я обратился к Джулу, хозяину Скиру. И он сделал нам отдельное сообщество. И мы его называли четверговцем. Вот поэтому мы так и называемся. Мы достаточно большие. Нас много. Порядка тридцати человек. Здесь маленькая часть. Костяк, так сказать. Да. Вот. С тех пор мы стали дружить. Стали вместе. Нас объединяет не только горы. Нас объединяют и уже семейные, личные какие-то отношения. Да. У нас много пар появилось. Мы и летом вместе, и весной, и осенью. Куча мероприятий. И однажды, в прошлом году, возникла идея поехать на Ибруск. Я туда езжу с 92-го года. Я слышал про Мишу Канненькина. Правда, его не слушай. Ну вот. Пробожаете? Собралась команда, человек десять в прошлом году. Пять ушло сразу из-за погоды. Там дождей идет. Вот. Ну, уже все. Собираемся, собираемся. Машины на барах. Вещи. И вдруг, вот, кому я хочу сказать спасибо. Нашей музе, Катерине Львовне. Она пишет письмо. Потом уже садите скиру в речку. А давайте мы объединимся. Я говорю, а вы кто? У вас есть ПЛАК-программа? И вообще, кто вы такие? Она говорит, у нас очень хороший руководитель, полковник. Когда я узнал, что руководитель полковник, я не стал ей задавать больше вопросов. Мы встретились в Москве и уже встретились при Эльбрусе командой, объединенной командой, Болгария. И вот мы, пять человек у нас было. У нас, мы очень хорошо провели это время. Тренировки и Брусеада. Часть зашла на Эльбрус, часть не смогла зайти по разным причинам. Но после этого мероприятия мы Мишу приняли в почетные четверговцы вместе с Катей. И стали дружить. Вот с того времени мы вместе. Вот. И мы достаточно часто видимся не только здесь, в Гнезде, но также встречаемся и дома, на дачах, на разных фестах. Ну, может быть, не так часто, но достаточно. С Катей всегда на связи. Очень я рад, что мне посчастливилось встретить эту семью. Очень рад, что они стали объединяющим таким началом, что ли, нашей, может быть, новой какой-то волны жизни в нашем сообществе четверговцев. У нас появился вот Миша, Катя, еще Дима Юрков, есть такой артист. Очень мы его уважаем. Вот. И сейчас мы здесь. Мы готовились к этой встрече. Ну, пора уже или нет? Пора. Подожди, 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 еще не пора. Вы думали, что Миша подарится. Дело в том, что все, что вы пожелали, счастья, здоровья у Миши, детей, красавица-жена, друзья, музыка. У него все, у меня даже пальцев не хватит. Вы знаете, а вот одну вещь у него нету. Миш, ты полковник, ты знаешь? Ты знаешь, что такое тревожный чемодан? Я был 8 лет, сдавший оперативной группой в управлении. Но сейчас у тебя его нету. Такой тревожный чемодан сдал все мое управление. Потому что когда назначали по очереди, я этого человека до тех пор, пока он не сделал все, что я с ним упрощил. Тревожный чемодан для гражданских, кто не был в армии в этом цирке, это такая коробочка большая, где есть все необходимое, которое офицер берет по первому звонку сигналу, заходит в чулан, берет и уходит на месяц, на два, на полгода из дома. Вот. Ну, Миша, у тебя такого чемодана никогда не было. Я очень рад, что тебе сегодня подарили гитару. К этой гитаре... К этой гитаре... Тревожный чемодан! Мы сейчас посмотрим, что это такое. Человек без чемодана — это как пароход без трубы. У тебя будет не тревожный чемодан, у тебя будет чемодан-концерт. Еще одно небольшое поздравление. Ну, теперь красиво и стихо. Красиво и стихо. Это чемодан. Это чемодан. Все, 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 чемодан. А главное, что это все. Слушай, я думал, у меня сейчас какой вид... Мне подарят девушку сейчас. В стихо. Миша, все посвящено тебе. В честь такого юбилея, золотого торжества, и цветы, и поздравления, и красивые слова, радости, тепла, удачи, добрых дней и ярких звезд. Сотнюю раз, и не иначе. Пусть звучит за счастье и творческих успехов. Пусть звучит за счастье. Неморождение! Браво! Слушайте, это удар под дых, ребята. Я теперь понял, что я отсюда никогда не уйду, я буду на тревожном чемодане играть до утра. А главное, что ты от нас никогда не отделаешься. Девчонки, от вас я никогда не отделаюсь. Спасибо. Спасибо. Четверковцы, аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Если можно, позови Кать, возьми, пожалуйста, детей. Пожалуйста, пока. Дети, дети. Сейчас будет перерыв. Паша, включи мне педальку, да? Вы знаете, последний... Наш министр, мужчина силы редкой, он стоит за Родину, за Мать. Он любой может табуретку починить, а после поломать. Это было написано 8 лет назад про нашего министра обороны, господина Сердюкова, который 8 лет руководил мебельным магазином. У нас всех уволил, кому 50 лет исполнилось. Старперов, значит. Я сначала был директором концентра праздничного Одинства, потом наше Одинство сдохло, слава Богу, все остались на свободе. Вот, да, и это самое. Потом я сейчас просто пенсионер. Я, Серега, хотел пойти к вам, вы знаете, ты знаешь, да? Ну, меня стали приглашать, а давай еще вот это сделаем, и давай еще вот это сделаем. Вот это, а давай еще, продолжается уже два с половиной года. То есть, времени на детей нет, времени на жизнь нет. Вот почему, вот я говорил, да, про свою жену, все качества моих предыдущих женщин в какой-то степени есть. Какая-то больше, какая-то меньше, понимаете? То есть, извиняюсь, да? Налево бегать не надо. Вот все, ну вот, вот видите, умные и красивые. Аплодисменты. 56 детей. И вдруг на меня упало приглашение поехать на дачу. Подмосковную. Деревнюю Луцину. Деревнюю Луцину. Деревнюю Луцину – это потрясающая совершенно вещь. Это 18 века село. Вот. И у меня в личной жизни было одно приключение, которое, значит, как ожог солнечный был. Одно тоже было связано с деревнюю Луцину. Мам, забери его, пожалуйста. Я сейчас буду петь песню тихую. Заберите, пожалуйста, ребенка моего. Я приехал в деревню Луцину, сел на крыльчке и увидел, что небо-то синее, а трава зеленая. Ребята, послушайте, если можно. Не суббота, воскресенье, не усталость, не веселье. Это просто выходной. Москвичи или москвички, разломав свои в кавычки, по привычке пьют вино. А на небе акварели и покой и тишина. Как прекрасно жить в апреле, если на земле весна. Если на земле весна. И дымок от сигареты во вселенной тает где-то. Значит, лето настает. Значит, будет, братцы, вскоре и жара, и Крым, и море. Выбирай, дружок, свое. Будем к лучшему меняться В ход обыденных вещей. А тут и такое будет, братцы, чего не было вообще. Чего не было вообще. А в небе облаков пушистых вата. И ветер шевелит в костре за угол. А мы с тобой ни в чем не виноваты. Мы просто стасковались по теплу. И пусть свои мелоди спят природи. В реке течет холодная вода. Уходят прямо в лето все дороги. И больше никуда. И больше никуда. Сигарета, чашка, кофе, Тонкий, милый, нежный профиль И обычные слова. И обрывки всяких мыслей В голове моей повисли Три, четыре, раз и два. И слетаются ответы. И бежит беда слезой. Нам с тобою этим летом непременно повезет. Непременно повезет. В биографии три точки. На березах зреет почки неподвижная река. Время как храюха хлеба. Мы с разбегу прыгнем в небо и подоим облака. Время движется обратно. Лето, море и жару. В воскресенье привкус мятный самолетик улетает. До свидания, мой друг. Лето, море и жару. Больше никуда. Больше никуда. Я очень рад, что ты пришла. Понимаете, каждый из вас — это бездомный источник вдохновения. У каждого из вас совершенно потрясающая, великолепная духовная оболочка, которую я ворую потихонечку. Может, все, каждый вечер у тебя спел. Может, почти больше всего. Как получилось. Ну да. И я просто пирую то, что у вас взял, оно само складывается. Да, и я поэтому сейчас хочу попросить вас наполнить ваши букалы вином, который мы притащили. Потому что сейчас будет тост, посвященный всем и каждому. Я прошу сделать над собой усилие. И вспомнить название месяца, когда каждый из вас родился. Январь, февраль. Далее по тексту. А, еще нет, извините, дорогие друзья, еще один момент. Я хочу попросить сюда выйти Юру, Олю и Мишу. Быстренько. Раз, два, встали и пошли. Юра, Оля и Миша. Аплодисменты. Полковник. Настоящий полковник. Настоящая полковничиха. И еще один полковник. Все, пожалуйста, сюда. Юра, идите сюда, пожалуйста. На сцену. Миша, не надо. Пожалуйста, на сцену. Ну, ребят, ну нехорошо. Ну, не надо это самое. Я имею право просить то, что я хочу попросить. Давайте, выйдите на сцену, пожалуйста. Ну, послать виновителей. Давайте, давайте. Юрочка, пожалуйста. Пожалуйста. Юра. Юра, аплодисменты. Юра, Оля. Стоять, а путь. Стоять, а путь, а путь. Значит, восемь лет назад. Вы, восемь лет назад. Восемь лет назад. Семь лет назад. Оля, иди сюда. Оля, хватит уже кривляться. Давай, давай, давай. Семь лет назад мы начали программу батальонная разведка, в которой выступал я на разогреве и Игорь Николаевич Морозов. Сейчас это уже самостоятельные концерты. Сейчас на концерты Морозова «Тишина в студии» ходит очень много людей. Ходят вот сюда. И это сделали вот эти замечательные люди. Юра, Оля и Миша. И благодаря этим людям, мои песни, лучшие мои песни, в лучшем их состоянии, дошли до других людей. Такие песни, как танковые песни, песни, посвященные нашему с вами боевому, настоящему, боевому прошлому. Я очень этих людей ценю, очень горжусь тем, что они датят свое время на меня в том числе. И в том, что наша программа батальонная разведка сейчас двигается вверх и вперед. Там уже участвовал Анатолий Пшеничный, участвовал Виктор Верстаков. То есть люди, которые не по названию, а по содержанию составляют славу нашего Отечества. Понимаете, слава Отечества – это не нефть и не газ. Это не территория. Это духовная сила. Это высокая культура, которая в состоянии бороться с западной культурой. Она выращивалась в тепличных условиях, которые не топтали, ногами не расстреливали, не вешали. Она продолжала жить. И единицы буквально в нашей стране могут это делать по-настоящему. На уровне Пушкина, Лермонтова, Морозов, Верстаков, Пшеничный и еще несколько человек, которых вот эти люди поднимают и делают нашу страну сильнее. Спасибо вам большое. Ну, говорилось уже многое. Я хочу добавить одно, что помимо всех пожеланий, которые Михаилу, ну, хотелось пожеланий для его родных и близких. Поэтому, Миша, здоровья твоим родным и близким. Ну, и, соответственно, понимание, что в жизни бывает все, но самое главное, что люди, которые нас помнят, всегда поддерживают, чтобы они нас понимали. Ну, здоровья и также теплого отношения к окружающим. Спасибо. А кто родился в июле, вставай, 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 И рюмку полную до дна. Скорее выпивайте все вместе. Пей до дна, 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 пей до дна. Пей до дна, 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 август, пей до дна. Мама, поймай его. 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 Сейчас все закончится уже. Сейчас я вас домучу и все. Будет все крашу. Мама, поймай его. Мужчина пришел к женщине. Старая история, советская еще. Мужчина пришел к женщине, снял штаны, только начинает что-то делать. За мной дверь. Женщина смотрит, говорит муж. Слушай, я пойду дверь открывать, ты делай, что хочешь. Так он убьет только тебя, так и тебя и меня, если я задержусь. Мужчина прыгает в одной штанине по комнате, ему паучок со стены. Говорит, Петр Иванович, лезь ко мне. Он говорит, я же человек. Тебе нет, да? Мужчина говорит. Ты пухни три раза. Мужчина говорит, ну я не хочу. Он сейчас тебя убьет тогда. Уж тогда что-нибудь или это, или это, или убьет. Но мужику удиваться некогда, он поднатужился. Раз, два, три, портал. И превратился в паучка. Мама дорогая. Он говорит, залез на стенку, залез повыше. Заходит мужик дорогой. Заколка, десант. Что-то говорит, пахнет странно. Говорит, давай покушать, я пойду на работу, мне быстро надо. Ну, поел и ушел. Мужик почку. Брат, мне домой надо, у меня там дети, семья. Почек говорит, да легко. А что делать? Ну мужик уже верит. Он говорит, надо свисти на три раза là, только сильно. Сильно вот как можешь. Мужик. Ну лапы суй в рот. И свисти. Мужик лап, и вот как засвисти он. Второй один такой. Петр Иванович, ты в президиуме сидишь, заснул. Ну, пукать стал, ну, свистеть-то не надо, докладчика не слышно. Жила-была Шахерезада, муж у нее Шахерезад, ей ничего не было, не надо, лишь только б муж не бил под зад. Она не делала утопии из жизни непростой своей, если день не бьют по попе, считала все как у людей. Но вот однажды утром ранним, когда еще ни то ни сё, ей муж такое дал задание, что скажет вслух и пронесет. И вот, гонимая тираном, она покинула свой дом и увидала мир и страны, которых не знавала до. Она срывала ананасы и репу барила в бадье. Она читала папуасам на Суахиле и Монте-Скее. Со Шварценеггером гуляла, не круто, а до девяти. Короче, сделала немало непростого в своем пути. И мужу, выполнив задание, как говорится, от и до, ему сказала, до свидания. Я ухожу. Шайтан гудой. Ты сам не мясо и не рыба. Умеешь пить ты, ну, жену ты лишь. Короче, заодно спасибо, что ты меня послал. У Парыш. Короче, блин, базар фильтруешь. От вас навек я ухожу. Упи ты сам себя по шее. Люби теперь, мадам Анжоу. Я вам, ребята, расскажу, как я любил мадам Анжоу. Мадам Анжоу, мадам Анжоу была на диво хороша. Мадам Анжоу, мадам Анжоу была на диво хороша. Когда приходишь к той Анже, она встречает вне гляже. И я, бросаясь на Анжоу, с нее срываю, не гляжу. И я, бросаясь на Анжоу, с нее срываю, не гляжу. Но появился тут Луи и враз разбил мечты мои. Анжоу, связавшись с тем Луем, в конец забыла обо мне. Мадам Анжоу, мадам Анжоу, вы негодяйка их Анжоу. И вот теперь страдаю я из-за Анжоу Валуя. И вот теперь страдаю я из-за Анжоу Валуя. Не, ребята, перерыв мы сделаем. У нас просто все наше заведение работает до 11 часов. Так уже скоро. А сейчас без 15, 11. Если я сделаю перерыв, то мы нас закончим. Давайте я вам спою что-нибудь еще быстро. Давайте вы говорите, а я буду петь. Вы, 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 вы. Паш, красивая песня моя сейчас, пушистая. Вы, 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 вы. Голубая крыша, небо так близко. Го-о-о! Выжженный пергамент, где-то под ногами. Птицы, облака я пролечу над ними. Склон меня от небе, снежный брызг огней. Словно брызги эти невесом и светел над землей лечу. Ты увези подъемник нас от нужных дел и нужных фраз. От мудрецов и дураков, туда, где дышится легко. Туда, где небо и полет. Чего нам так не достает? Чего нам так не достает Вы, мир, и тепла, и света И ветров, и снега Светлый, синий вы, мир Свой незнакомый Чистый, невесомый Солнце склонны вы Я пролечу над ними Склон меня обиды Снежный, брызг огнея Словно брызги эти В невесомых светел Над землей лечу, лечу, лечу Ты увези, подъемник нас От нужных дел и нужных фраз От мудрецов и дураков Туда, где дышится никого Туда, где небо и полет Чего нам так не достает 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 Любимая песня моей жены Не бежа ворона кружит А вокруг него пульмень Это наша с тобою жизнь Это наша с тобою смех Это наша с тобою жизнь Это наша с тобою смех Моя радость в грязи лежит Моё горе умеет петь Это наша с тобою жизнь Это наша с тобою смерть Это наша с тобою жизнь Это наша с тобою смерть А пуля тура под ухом лежит Эх, не даст нам с тобой постореть Это наша с тобою жизнь Это наша с тобою смерть Это наша с тобою жизнь Это наша с тобою смерть Затупились о кости ножи, Истребалась о плоть плеть, Все отношу с тобою жизнь, Все отношу с тобою свет. А все отношу с тобою жизнь, Все отношу с тобою свет. Кружит над землей тонкая дождя сетка, Заворот шинели струйкают, Вата бежит, Кружитным углем черная твоя метка, Сладкая судьба в стране России жить. Кто на кусте слух красил, Кто на кусте счастливо служил, Кто в Кремле не умеет петь, Это наша с тобою жизнь, Это наша с тобою свет. Эй, товарищ топор, держи, Если сможешь поймать суметь. В небе шарно кружить, А вокруг него пульметь, Рядом ангел крылом дрожит, Провелая нам на рассвет. Эй, товарищ топор, держи, Если сможешь поймать суметь. Это наша с тобою жизнь, Это наша с тобою смерть. Эй, это наша с тобою смерть. Еще одну песню потерпите, Которую я написал 200 лет назад, Но я ее очень сам люблю, Потому что я не понимал, Как я ее пишу, Она писалась автоматически, Мне диктовали сверху, И я записывал. Потом немножко поточил ее, И получился. Наше время — это пожар в дому, Наше время — это удар в подых, Это пуля в лоб, без виска в тому, Кто на мягком стуле проспал продрых. Наше время — это удар в подых, Наше время. Телефонный стиль, Песен про любовь, И вообще заткнись, Или бой с листа, Наше время лстит. Тем, кто без зубов, Тем, кто без смирил, Не найдет моста, Перерезан бровод Бесплатных чувств, Перебить рука В дар мамы их побед, Наше время — цены Боевых искусств, Потому что все лезут На красный свет, Обожают ложками жрать икру, И не любят бросать корки ганубят. Наше время — оно уж такое, друг, По копытам. Смотрят все поселы, Предыдущие драконовых зубов. Наше время — наше время. Наше время. Наше время. Наше время. Наше время. То, что было утром хорошо, В обед давно уже забыто, Наше время. Наше время. Признает. Признает за валюту лишь смысл и суть, И не любит щенок должностей и в год, Ненавидит висящими на весу, И что плохо лежит, Просто так вперед. Наше время распахивает глаза, Тем, кто хочет есть, Не даёт зевать, И не требует руки ничьи лизать, И не требует белая чёрным звать. Наше время. Наше время. Наше время. Наше время. Наше время. Най-най-най, най-най-най, най-най-най-най-най. Най-най-най, най-най-най, най-най-най-най. Не сдуревший от вольного... Эхо много. Паш, убери эхо, пожалуйста. Не сдуревший от вольного воздуха, Не желая накликать с беду, Только знаю, не будет мне роздыху В этом новом идущем году. Будет время плеваться заботами, Не по очереди, а гурьбой. Подари мне делам беззамотанному Хоть на каплю остаться собой, Хоть на каплю остаться собой. Не дари мне восторги пьянящие, Кипяченые грез молоко. Помоги пережить настоящее, Чтобы завтра потрогать рукой, Если можешь порадую обновую, Чтобы празднику баловать глаз. Подари мне день невинованный, Или хотя бы один только час, Или хотя бы один только час. В небе стянутом серыми тучами Голубую полоску в зале. Подари мне надежду на лучшие, Утро краешек мне подари, Ни везение чахлое деревце, Ни победу в жестокой войне. Повод мне подари, Чтоб надеяться, Относящийся только ко мне, Относящийся только ко мне. Не вздуевший от вольного воздуха, Не желая накаликать беду, Только знаю, Не будет мне роздыху В этом новом идущем году. Будет время плеваться за богами, Не по очереди, а гурьбой. Подари мне делами замотанному Хоть на каплю остаться собой, Хоть на каплю остаться собой, Хоть на каплю остаться собой. Дорогие друзья, Концерт подходит к концу, Я хочу вместе с вами спеть пару песен. Я на самом деле считаю, Что самое дорогое, что в жизни есть, Это наша жизнь человеческая, Которой очень мало на самом деле. Успеваю что-то сделать, буквально что-то чуть-чуть. И то, что вы сегодня пришли И подарили мне свой кусочек жизни, Я это вот понимаю, ценю, И очень вам за это благодарен. Вот всем вам, Мы все родственники по жизни, Мы все, кто говорит на русском языке, Кто думает на русском языке. Вот, и... Я хочу сейчас вместе с вами спеть несколько песен, Которые, мне кажется, будут очень... Должны сопровождать любого человека, Который живет в этой стране, И говорит на русском языке. Блота Куджава, Солдат Великой Отечественной войны, 41-44 год, Тяжело войны под Моздоком. Отец Шалва Михайловича Куджава, Один из первых советских, Русских, грузинских коммунистов, Который сначала наводил Железной рукой порядок, А потом его посадили и расстреляли. Блот Шалва Михайлович, Говорят, в детстве был любитель Сталина, Писал на него стихи, Повоевал и стал знаменем нашей... Ну, не важно. Песня потрясающая. И я хочу вместе с вами ее спеть. Игрок. Ваше благородие, госпожа удача, Для кого ты добрая, а кому иначе? Девять граммов сердца постой, Не зови, не везет мне смерти, Повезет в любви. Девять граммов сердца постой, Не зови, не везет мне смерти, Повезет в любви. Опять экран, хоть бы хлебушка дали. Ваше благородие, госпожа разлука, Мы с тобой родня давно, Вот какая штука! Ваше благородие, Повезет в любви. Повезет в любви. В писнецов конверте, Погоди, не рыви. Не везет мне смерти, Повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, Жанка обнимала, ты-то только не любила. В ласковые сети, постой, не зови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети, постой, не зови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ты самый главный куплет, ты же знаешь, Мы взды не берем, нам задержало. Ваше благородие, госпожа победа, Значит, и моя песенка до конца не смета. Не вестаньте, черти, клясся на крови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Не вестаньте, черти, клясся на крови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Предпоследняя песня Предпоследняя Да будет мир на ваших океанах Да будет свет на ваших кораблях Да растворятся хладные туманы И встретит вас сиренями земля Да будет мир и праздник в доме вашем И свежий ветер в ваших парусах И до краев всегда на литой чашах И только ваше время на часах И вашим птицам вниз не опускаться А ваших стрел не тратить на пустяк А добрым странам и снится избываться Да будет так, да будет так И пусть покой сойдет на вашу пристань И я верну, друзья, от вас иду Да будет так, и ныне же и пристань И все двенадцать месяцев в году И все двенадцать месяцев в году Да будет так Тебя жизнь, что стало по себе и не ново Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя слово и слово Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устало Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала И не мало давно, жизнь земли и равнина морская Неизвестно давно, бескорыстная дружба мужская В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня, жизнь ты знаешь, что это такое Как поют соловьи Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви Это чудо великое дети Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы Будут внуки Потом Все опять повторится сначала Ах, как годы летят Мы грустим, седину замечая Жизнь ты помнишь, солдат Что погибли, тебя защищая Так лекуй и вершись Трубным звуком весеннего имна Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Так лекуй и вершись Трубным звуком весеннего имна Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Все Вообще, знаете, последние месяцы Убери, пожалуйста, Паш И сделай потише немножко микрофон Последние месяцы я заканчиваю свои концерты Вот так Поймите меня правильно Не обижайтесь Россия священная наша держава Россия любимая наша страна Могучая воля, великая слава Твое достояние на все времена Славься, Отечество наше свободное Братских народов Союз вековой Предками данная Мудрость народная Славься, страна Мы гордимся тобой